В условиях ограниченности бюджетных средств инвестиционная программа республики планируется с учетом исполнения ранее принятых обязательств. Об этом сообщил первый заместитель и председатель правительства министр экономики Якутии Михаил Осипов в ходе публичных слушаний по проектам закона о госбюджете. Финансирование строительства железной дороги нового водоканала в Якутске, обязательства по программам государственно-частного партнерства, софинансирование федеральных программ и обеспечение жильем отдельных категорий граждан, ликвидация второй смены в школах. На эти цели по первому варианту в 2018 планируется направить порядка 9 миллиардов рублей, в 2019 5,5, ну а в 2020 более 5 миллиардов рублей. По инвестиционной программе у нас будет 8,7 миллиарда рублей. Здесь мы сосредоточимся на ликвидации второй смены общей обязательной организации, продолжении данной программы. Также на предоставление жилья детям, сиротам, там существенно также сумма предусмотрена. На начало строительства онкологического диспансера, это вот основные направления по инвестиционной программе. То есть сегодня будут обсуждаться основные параметры данного трехлетнего государственного бюджетного публичного службы.